Жучку, как и многих других животных, выкинули на улицу. Ее с новорожденными щенками подбросили к ветклинике. Круглые сутки все щенки, находящиеся на передержке, пытаются отхватить свою порцию материнского молока. Обычно, как рассказали активисты движения «Хатика», жучка, устав, запрыгивает повыше, чтобы ее никто не беспокоил. Но в данный момент стоит и терпит, пока насосутся досыта все. Щенята стали жертвой безответственности людей. Почему хозяевам жалко стерилизовать своих животных и не жалко выбросить малюток на произвол судьбы? Вопрос риторический. Бездомные животные рождаются дома. И чтобы разорвать этот порочный круг, служба по ветеринарному надзору Тувы проводит акцию по льготной стерилизации. Стоимость операции снижена на 50% в период с 21 августа по 21 сентября. В рамках данной акции будет проводиться льготная стерилизация сук, кошек и кастрация кобелей и котов. Но здесь льгота будет распространяться в первую очередь на владельцев животных малообеспеченных, пенсионеров, участников боевых действий, инвалидов и других категорий. В 2007 году службой по ветеринарному надзору Тувы разработаны правила содержания домашних животных. Но их никто не соблюдает и никем не контролируется. Сейчас готовится новый законопроект о передаче этих полномочий муниципалитетам по профилактике болезни питомцев и по отлову бездомных животных. Рассказали в службе по ветеринарному надзору республики. По данным мэрии Кызылы, сегодня на улицах столицы статус бездомный приобретает ежемесячно сотни кошек и собак. Точное количество неизвестно. Отлавливают, а фактически усыпляют ежегодно около 4000 бродячих собак. Проводить операции по стерилизации будут ветврачи управления ветеринарией по городу Кызылу. Стерилизация безопасная, неполезненная. Мы используем с наркозом. После операции болезненность не будет, осложнений не будет. Сразу через неделю животное бегает. Преимущество для владельца животных не бегает, не метит территории, суки не приносят неплановое потомство. Котов и кабелей не теряют охранные функции. К примеру, кастрация кота или кабеля составит 350 рублей. Стерилизация суки – 750, а кошки – 500 рублей. Телефон для предварительной записи – 2-95-11. Как рассказала ветеринар, стерилизовать питомцев можно уже с 6-7 месяцев. Прививку ставим животного, собакам с двухмесячного. Перед этим сначала проглистовать, потом через неделю первая вакцинация – это комплексная вакцинация, называется Мультикан-6. И после первой прививки повторяется через 21-28 дней. Тече Кандар сегодня пришла со своей питомицей по кличке Лайка. Утверждает, что ее собачка отозвалась только на эту кличку. Уверена, прививки уберегут ее любимую питомицу от заболеваний. За стерилизацией вернется в управление ветеринарии, когда Лайка подрастет. Мальчиков-то хорошо держать, а девочек-то много шиндачей они приносят. Потом же раздавать очень трудно. Они же маленькие, жалко их. Поэтому лучше так. А стерилизовать будете? Конечно, через сколько месяцев, не знаю, но скажут, наверное. У зоозащитников Кызыла на передержках сегодня содержится около 150 животных. Зоозащитница Ирина Лифанова призывает всех владельцев домашних животных не пренебрегать правилами содержания питомцев, прививками и стерилизацией. Как говорил Толстой, общество, которое жестоко относится к животным, всегда будет преступным и нищим. Остановите этот порочный круг. Стерилизуйте своих домашних животных, но не выкидывайте их на улицу. Добрых рук на всех не хватает. Диана Баямбухус-Буяна-Юн, телекомпания «Ной Век». Диана Баямбухус-Буяна-Юн.